МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это время спорта на ОТВ в студии Марии Подъепольская. Сегодня мы заглянем на тренировку дзюдоистов, самбистов и узнаем об особенностях тайского бокса. А все потому, что 26 апреля в Одинцово состоится фестиваль боевых искусств. Итак, обо всем по порядку. Дзюдо, бокс, тайский бокс, греко-римская борьба, армейский рукопашный бой и тэквондо. Представители этих видов спорта соберутся вместе 26 апреля в спортивном комплексе Одинцовского гуманитарного университета. Первый в районе детский фестиваль боевых искусств это инициатива спортивного клуба Альфа-единоборств, в котором развиваются 4 из 6 заявленных на фестиваль видов спорта. Дзюдоисты спортклуба активно готовятся к предстоящему фестивалю. Еще бы! Хочется показать результат на уровне. К тому же спортсменам уже есть чем гордиться. В конце марта на столичном первенстве под дзюдо пятеро воспитанников Одинцовского клуба оказались в призерах. Сборную команду из Одинцова тренирует Александр Николаевич Мазаев, мастер спорта международного класса, победитель и призер чемпионатов мира и Европы. Пофазово разбил, ребята, вытягивая ручку, ножку, присели. Вот так приема у нас не получится, ребята. Крести, не надо раздевать ручку, не надо. Ручка вот, вот он. Вспоминаю, когда факел олиписти несли. Вот я стою, как два парня. Не развернуться, даже приседать с такими натяжениями. Вот человек, бросок получил. С вот таким, ребята, ну, я не представляю, если прямой ножкой туда вовнутся идти, как я разберусь на прием. То есть вот раз, вторую добавил. Вот он бросок. Красивый, зрелищный, олимпийский. Этот вид спорта в России еще и президентский. Дзюдо или мягкий путь – это единоборство, истоки которого в Японии. Точка отчета является конец 19-го столетия, когда японский мастер Дигора Кана создал новое боевое искусство на основе существующего дзюдзюцу. А также сформулировал правила и принципы тренировок и состязаний. В нашей стране дзюдо появилось благодаря Василию Сергеевичу Ощепкову. Основоположник дзюдо в России, Василий Ощепков, он вырос в Японии, все перевез сюда. В 1937 году был репрессивен. Поэтому также его продолжатели, Харлампи, все это систематизировали. На самом деле, сам все дзюдо перевез, так сказать. Дзюдо, безусловно, это развивающийся вид спорта. Как мы знаем, он основан был в Японии. Дзюгара Кано занимался сам дзюдзюцу и убрал опасные приемы, которые также в дзюдо еще остались, но только в категории кота. То есть они в парах выполняются, показательные выступления, можно сказать. А со спортивной разделы эти боевые приемы выведены, сами приемы с подстраховкой соперника, чтобы подкручивающиеся движения, все приемы, чтобы страховать соперника, чтобы не было травматизма. В 1951 году был чемпионат мира, проведен в Токио, а в 1956 году уже был в Европе, не буду врать, но там Антон Гейсинг разбил всех, у японцев не было, говорили в дзюдо, они в значении имеют весовые категории. То есть такой 2 метра ломовой здоровый дзюдо, который все устои переломил, и из-за него сделали 3 весовые категории. Есть параллельные, есть кадокан, это энтодоксальное классическое дзюдо, оно не основано на сцене, и спортивное дзюдо, которое входит в олимпийскую программу, ну и, конечно, там снова соревновательная подготовка. Дальний Восток, Новосибирск, Москва. Таким был путь дзюдо в столицу страны Советов. Первое олимпийское золото дзюдоисты из СССР завоевали в 1972 году в Мюнхене. Через 10 лет были еще 2 золота в Олимпийской Барселоне, а потом тишина. Только в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне краснодарец Арсен Галстян доказал, что российские дзюдоисты по-прежнему сильны. Наше дзюдо развивается, значительно развивается. У нас первое лицо, наш президент Владимир Владимирович Путин тоже является дзюдоистом. Также он во время своей спортивной молодости, скажем так, заслуженно и мастера спорта выполнен и по дзюдо, и по самбо. Сейчас у него, по-моему, 8-й дан дзюдо. Это присылает за развитие дзюдо, очень большой вклад. И, как мы знаем, в 2012 году в Лондоне на Олимпийских играх у нас не то, что с советских времен, с Олимпиады в осень не было результата чемпионов, у нас 3 золота, одно серебро и одно бронза. То есть из 7 весовых категорий у нас в 5 весовых категориях у нас медаль, причем 3 золотого достойства. Я вот до сих пор выступаю по ветеранам, например, то есть это с 30 лет по 5 лет возрастные категории. У нас такие рубки происходят. Некоторые даже вот приходят, аж все скептически. Да что ведь он такой, говорит, напор, такой давнее, что... И у нас также чемпионат России выиграешь, едешь на чемпионат Европы. Дзюдо в России больше, чем дзюдо. Среди знаменитых спортсменов-дзюдоистов президент России Владимир Путин, знаменитый боец Федор Емельяненко, олимпийский чемпион Николай Солодухин, Олег Токтаров и еще несколько десятков известных имен. В спортивном клубе Альфа-единоборств дзюдо появилось сравнительно недавно, в марте 2013 года. Первый зал был открыт в спортивном комплексе «Искра». Набор продолжает вести мастер спорта СССР Нина Кулакова. Что такое дзюдо? Каков рисунок борьбы, правила и техника? Об этом и многом другом 17 апреля одинцовским ребятам рассказывала Нина Кулакова. Мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо. Мастер спорта СССР Узбекистана и Беларуси. Именитая гостья приехала в клуб по приглашению директора Дмитрия Колесова, с которым спортсменку связывает многолетняя дружба. Для начала теория, несколько слов образковой техники и приемах, с которых начинается познание боевого искусства под названием дзюдо. Чтобы начать борьбу, нужно изначально взять правильный захват. Знаете, да? Да. Если нет правильного захвата, значит вы не сможете сделать правильный прием. Правильный захват, точный бросок, уверенный прием. Тренеры предлагают ребятам варианты развития событий на татами. От других видов борьбы дзюдо отличает то, что здесь больше возможностей, тактических приемов, техник. Результат зависит не столько от физиологии спортсмена, сколько от сообразительности. Верное решение в нужный момент позволит уйти от неудобного приема. А умение просчитать соперника поможет приблизиться к победной цели. Дзюдо – это древнее восточное ветвейное оборство, которое произошло от борьбы джиу-джитсу. Родословная борьба дзюдо – японская школа, которая называется Кадакан, но она и является основоположником всей борьбы технической, классической дзюдо. Само дзюдо было собрано в несколько стилей восточных единоборств, то есть это не есть борьба джиу-джитсу, это отдельный вид спорта. В 1938 году в восточном единоборстве самая первая из восточных единоборств стала Олимпийская меда спорта, в частности с помощью наших чудесных японцев. Мастер-класс продолжается. От захватов тренеры переходят к броскам. Нина Кулакова обращает внимание ребят. Вариантов ложить соперника на лопатки много. Важно выбрать свой коронный прием, который позволит добиться успеха в спортивной схватке. Далее борьба в партере и несколько удушающих приемов, которые вызывают у малышей и восторг, и удивление. Сразу посыпались вопросы – душить по-настоящему или по-нарожку? Титулованные гости замечают – дзюдо – это спорт, поэтому даже при выполнении удушающих приемов необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы не нанести вред противнику. Спорт, он не цикличный, как бег, да, там, вот такой цикличный спорт, а это полностью нагружается все – и дыхание, и физические гибкости, силы – все одновременно. Так что я очень рекомендую. Свои умения продемонстрировали и одинцовские дзюдоисты. Малыши показали страховку и наперебой спешили сообщить именитой гости, каким приемом успели научиться за два месяца тренировок. Это только начало пути, сложного и тернистого, как и в любом виде спорта. Хочешь стать президентом – занимайся дзюдо. Эта спортивная шутка – еще один аргумент в пользу олимпийской дисциплины. Направление у нас с самого начала поддержали и до сих пор поддерживают и помогают ветераны спецподразделения группы «Альфа», которые живут у нас в Одинцовском районе. И под эгидой у нас родился на базе Одинцовского клуба «Единоборство» родился спортивный клуб «Альфа-единоборство», который начал развивать дзюдо. А сейчас у нас в этом клубе профилируется и самбо, и рукопашный бой, универсальный бой и миксфайт. То есть на данный момент у нас, получается, два зала полноценных работают. И армейский рукопашный бой, он остался в Одинцовском клубе «Единоборство», потому что и создавал все время Одинцовский клуб под армейский рукопашный бой. То есть полноценно сейчас получается два клуба. То есть второй клуб «Альфа-единоборство», он четко уже стал на ноги. У нас только под дзюдо в этом году пришло больше 130 детей в возрасте от 5 лет. С ними работают очень опытные тренера. С самого начала с нами начала работать Нина Александровна Кулакова, она является мастером спорта СССР под дзюдо, опытный педагог с маленькими детьми. Она очень хорошо находит общий язык, воспитывает их и тренирует. В честь Одинцовского спортивного клуба на состязаниях защищает сборная команда, тренирует которую Александр Николаевич Мазай. Ребята занимаются в зале спортивного комплекса АГУ. В числе юных дарований очаровательная Кристина Утехина, девочке 10 лет. Последние два года она осваивает дзюдо, причем успешно. В зал единоборств Кристина пришла по решению папы, хотя сама была не прочь вместо мультфильмов посмотреть бои знаменитого спортсмена Федора Емельяненко. Решительная и сообразительная Кристина поначалу чувствовала себя неловко среди ребят, которые уже занимались в секции. Затем освоилась и вскоре начала побеждать. Мне очень хотелось бороться. Мне нравился большой фанат борьбы там, карате, дзюдо. Откуда такой фанатизм у тебя? Ну, мой папа фанат Федора Емельяненко. Я смотрела его боями. Тоже очень хочется бороться. Я когда только пришла, они-то уже знали какие-то броски, а я еще нет. Я еще, в общем-то, особо не умела их делать. Я получила большой кубок золотой. У меня их еще пять. Она не просто одна девочка, она действительно, я вижу в ней потенциальную чемпионку. Ну, есть все данные, но чуть-чуть доработать остаются вот такие нюансы, которые в принципе я, если со стороны посмотреть кто-то, да, там такие профессионалы в кавычках думают, а там занимаются чепухой, да. То есть я базу, выкладываем базу, то есть основа-основы выведения из равновесия кудзуши по-японски. Ну, все, так же всю терминологию стараемся сейчас, наверстываем, все, чтобы, потому что так же аттестации проходят сейчас уже полностью на Федерацию Союзу России выставим все. Вот, и все сдавать на желтый, ну, квалификация это от шестого кю, это белый пояс, и по убывающей также пятый, четвертый, и окрас пояс, так сказать, меняем. Эта группа спортивного совершенства не работает на результат. По словам тренера, самородки имеется. Правда, нужна хорошая тренерская шлифовка и большой труд самих спортсменов. Еще одно направление самбо в спортивном клубе Альфа-единоборств, оно открылось только месяц назад. Уже есть первые десятки учеников, готовых постигать этот вид спорта под руководством тренера Дмитрия Кучаева. Кто занимался единоборствами, те знают, что самбо-дзюдо это два родственных вида спорта. У нас традиции сложились так в России, в прошлом Советском Союзе, что самбо-дзюдо, если ребенок приходит заниматься дзюдо, он одновременно боится и по самбо, и наоборот борцы, занимающиеся борьбой самбо, они одновременно боятся дзюдо. Мы решили здесь открыть еще отделение самбо, развивать этот спорт в городе Одинцово. Сегодня у нас будет четвертая треневка уже, учитывая тот сезон, конец сезона, потому что детей в основном записывают в сентябре, в октябре, в августе, а мы начали этим заниматься в конце сезона. Соответственно, для этого сезона уже пришло 10 человек, это хороший результат. Надеюсь, в следующем году придут еще эти ребята. Только мальчики, да? Мальчиков, ну, желательно, конечно, и девочки, потому что девочки, а самбо-дзюдо тоже борются, и для девочек эта дисциплина тоже открыта. Оптимальный возраст, наверное, это вот как ребенок начинает ходить в школу. Вот для единоборств, я считаю, вот это оптимальный возраст, это 7-8 лет. Сделанное в СССР единоборство самбо – это комплексная система самозащиты, вобравшая в себя приемы защиты и нападения из боевых искусств. Спиридонов, Ощепков, Харлампиев – эти имена вплетены в историю самбо, которое в 30-е годы прошлого столетия вошло в нормативы комплекса ГТО. Ловкость, выносливость, тактическое мышление и патриотизм. Советские граждане с ранних лет приобщались к самообороне без оружия. С годами самбо окрепло, а в 50-е годы вышло на международную арену. В 1964 году самбисты из СССР выступили на Олимпиаде в Токио, где состоялся дебют дзюдо. После триумфа советской сборной в Японии появилась своя федерация самбо. В 2001 году в России прошел первый чемпионат по боевому самбо. На каком-то любительском уровне, допустим, до кандидата в миссера спорта, в принципе, можно совмещать занятия с самбо и занятием дзюдо и соревновательные действия видов в этих дисциплинах. Но в будущем ребенку, в зависимости от его индивидуальных качеств, лучше всего определяться, какой у него будет вид спорта основным, какой второстепенный. Общая идея, которую мы пытаемся воплотить сейчас в жизнь, то есть провести, собрать виды спорта, которые у нас в Одинцовском районе более-менее, скажем так, развиты, где есть результаты. Это не все виды спора здесь представлены. Детский фестиваль, каждый на своем ковре будет проводить свои соревнования. Идея такая, что каждый покажет, что он умеет на ковре в рамках клуба, а родители, кто придут, увидят все виды спорта и определяют, какой вид спорта ребенка записать. Еще раз о фестивале. 26 апреля в спортивном комплексе ОГУ состоится одно из крупнейших спортивных событий этой весны. Детский фестиваль боевых искусств, в котором примут участие представители шести видов спорта, в том числе и боксеры. Все желающие смогут увидеть боевое искусство Таиланда, тайский бокс, который в ОГУ преподается с момента открытия спорткомплекса. Муай-тай или свободный бой – это не только спортивная экзотика. Руководит отделением тайского бокса главный тренер сборной команды Московской области Роман Насонов. Тренировки четкие, отлаженные, как часы. Пока часть ребят работают с боксерскими мешками, другие качают ноги, руки, пресс. Несколько подходов, иногда тяжелых, иногда не очень. Главный принцип муай-тай – простота и эффективность. Мы не только здесь тренируемся, проводим соревнования. У нас здесь ежегодно проходит всероссийский мастерский турнир Кубок Героев. И довольно большое количество зрителей, участников со всех регионов. Ну, там порядка 30 регионов было в прошлый раз. Вот. И я думаю, что люди уже потихоньку привыкают. Ну и, во-вторых, тайский бокс уже достаточно давно в России развивается. И поэтому, я думаю, многие жители Одинцова уже знакомы были не понаслышке. Тайский бокс популярен далеко за пределами Таиланда. Значимость этому виду придал мировой турнир по кикбоксингу среди профессионалов – К1. Удивительно, но поединки проходят под тайскую музыку, которая исполняется на четырех инструментах. Правда, спортсмен, оказавшийся на ринге перед лицом противника, зачастую слышат другой ритм – сердцебиение от предвкушения предстоящей схватки. Не без волнения на ринг выходил и Тажир Мусаев – одинцовский боксер, завоевавший на днях первое место в первенстве Московской области по тайскому боксу. Я с сентября начал, и уже я сходила на пять соревнований, и также выступала в Московской области, занял первое место. И также я планирую выступить на чемпионате России, занять первое место. У нас ежегодно проходит чемпионат Московской области, отбираются лучшие спортсмены в своих весовых категориях. Из них составляется сборная на целый год, потом они принимают участие во всероссийских турнирах, на международных. В этом году из Одинцова у нас есть Денис Колотыгин, первый номер, взрослый. Есть взрослая сборная, да, вот он во взрослой сборной, первый номер – 71 килограмм. Сейчас мы готовимся к чемпионату ЦФО, вот, это отбор на чемпионат России. А по детям у нас недавно прошло первенство Московской области, у нас вот Мусаев Тажир стал первым номером в 44 килограмма, возрастной категории 12-13 лет. Вот, и ребята заняли тоже там призовые места. Ну, поскольку мы не так давно здесь, уже третий год, да, то, ну, это очень хороший результат, я считаю, для Одинцова. Фестиваль вот этот, который планируется в стенах Агу, готовитесь ли вы к нему, что вы хотите показать? Ну, конечно, мы готовимся, у нас будет ринг, и на ринге будет, ну, такой мини-турнир по тайскому боксу, там примут участие воспитанники нашей секции, вот. Ну, и будут соперники из Московской области, конкретно сейчас не могу сказать, с каких городов приедут, но я думаю, там пар 15 мы наберем, и будет такой неплохой мини-турнир. На предстоящем фестивале детских боевых искусств у зрителей будет возможность не только оценить подготовку спортсменов, но и познакомиться с тренерами. Увидимся в спортивном комплексе Агу 26 апреля, начало в 11.00. Это было «Время спорта» на ОТВ. До встречи!